Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. Я Екатерина Бондарева, партнер нашего выпуска компания Ивстар. Быстрый интернет, удобная оплата. Сайт ивстар.нет. А теперь к новостям. Сегодня вы увидите... Дороги Ивантеевки. Что будет предпринято для устранения проблем? Пожар на фабрике. Информация с места событий. Шагом марш! Ребята Ивантеевки показали свою молодецкую удаль. Об этом и многом другом прямо сейчас. Улица Первомайская, Колхозная, Победы и ряд других требуют ремонта уже давно. Изменится ли ситуация в этом году, узнавала Людмила Ермакова. Рейд по оценке качества зимнего содержания дорог начинается на Советском проспекте. В составе инспекции представители администрации Госадмотехнадзора и Мосавтодора проверяют магистрали, за содержание которых отвечает область. Из-за ужина получается проезжая часть. Проезжая часть. Не за ужина, а получается здесь мусор. Посадочные площадки. Ну, договорились, что подойти к посадочной площадке нельзя. Хребты грязного снега. Такие пейзажи сейчас нередки. Мосавтодору поручают расчистить все остановки. Рейд продолжается на улицах Колхозная, Третья Пятилетка и Победы. В целом, Госадмотехнадзор даёт удовлетворительную оценку работе Мосавтодора. Как нам объяснил представитель Мосавтодора, продолжаются работы и по вывозу снежных маст, которые в настоящее время складированы на остановках. Те недостатки, которые мы сегодня отметили, они будут все задокументированы. Будет составлен акт осмотра. И по факту нарушений Мосавтодор будет привлечён к административной ответственности. Но надеемся, что предписания, которые мы выдадим, будут исполнены в срок. Расчистка дорог от снега далеко не самая основная проблема. Особенно, когда магистрали освобождены от наледи. Многие автолюбители вынуждены заниматься фигурным вождением. И всё из-за разбитого дорожного покрытия. В Ивантеевской администрации взяли ситуацию под контроль. По поручению главы города на этой неделе должны начаться работы по ямочному ремонту и ликвидация особо аварийных участков дорог. Литым асфальтом можно проводить до минус десяти. И даже вот в сильный, конечно, дождь не рекомендуется. Но снегопад даже делают. Основой технологии? Ну, это горячий асфальт. Это специальный такой состав, который именно предназначен для работы в зимних условиях, в условиях влажности. Им не делают больших территорий, а именно ликвидация аварийных участков, аварийных ям. Но это лишь временная мера. Серьезные изменения в этой сфере обещают ближе к лету. На предстоящий весенний-летний период у нас большой фронт работы будет. В принципе, уже у нас есть определенные планы ремонта, согласованные с Мосавтодором. Вся центральная часть города запланирована к ремонту. Это и Советский проспект, и улица Первомайская, и соединение Ярославского шоссе с улицей Кирова, вот здесь, и ряд еще других дорог. Запланированы мероприятия и по улучшению безопасности дорожного движения, установка ограждений, металлических отбойников, разметки и прочих мероприятий. Кроме того, установка светофорного объекта на пересечении улицы Хлебозаводской, улицы Кирова. Заключать контракты по ремонту будет регион, поскольку именно он и отвечает за содержание целого ряда Ивантеевских магистралей. Всего же через город проходит около 60 километров дорог общего пользования, чуть более 19 километров – областные, 37,5 муниципального значения и около 1 километра – безхозяйные. В ночь на 16 февраля в Ивантеевке горела фабрика. Все подробности в нашем следующем сюжете. В ночь на вторник на текстильной фабрике по улице Держинского произошел крупный пожар, горело кровли и одно производственное помещение. Как сообщили в пожарной части, о возгорании стало известно в 3.40 утра. К счастью, пострадавших нет. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В тушении участвовало 36 человек личного состава, 14 пожарных расчетов, из них 13 цистерн и одна лестница. Пожар был локализован в 6.35 утра. Полностью пламя было ликвидировано в 10.53 утра. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, проводится проверка. Напомним, что произошедший 16 февраля пожар далеко не первый на фабрике. В 2014 году здесь уже полыхало пламя. Тогда при тушении использовалась авиация, вертолет Ка-32. Нет кровопролитным войнам. Ивантеевские воины-интернационалисты, их семьи, друзья и школьники города в эти выходные вышли на митинги, чтобы почтить память горожан, погибших в Афганистане. Нельзя не прийти, потому что нельзя забыть. Накануне 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Авантеевке проходят митинги, организованные городской организацией воинов-интернационалистов. Владимир Маркин служил в Афганистане с 1987 по 1989 год. Ну, исполнил служебный долг в рядовом составе в Афганистане, в городе Кабуле. Выполнил долг, службы, нес службу. Все солдаты, определенные полку. Это авиационный смешный полк. Десять лет войны. Десятки тысяч искалеченных судеб. У гимназии номер три вспоминают Алексея Перевозчикова. Он служил гранатометчиком в разведроте. Погиб геройски. Мама Алексея сегодня тоже здесь, но говорить не может. Только официальная, я подчеркиваю, официальная статистика говорит, больше 15 тысяч погибших, больше 50 тысяч раненых и огромнейшее количество наших ребят, которые получили неизлечимые болезни в этой стране. Вот представляете, а ведь это чьи-то матери, чьи-то сыновья, братья, любимые, дети. И вот самое главное сегодня, ведь таких, как мы говорим, локальных конфликтов в мире было огромнейшее количество. И поэтому самая главная сегодня задача, это помнить о том, что любой локальный конфликт, по чьей бы вине он ни происходил, по чьему бы решению ни состоялся, это гибель людей. Если мы будем забывать тех ребят, которые отдали жизни за свою родину, то и вот эти молодые ребята, которые сейчас учатся в наших школах, у них не будет веры в то, что наша родина сильная, могучая, независимая страна. Поэтому это наш долг проводить Дни памяти, приходить в школу и рассказывать им, как это все было, для чего это было и для чего мы сейчас это все делаем. В Смоленском храме проходит панихида. Богослужение совершает благочинный церкви Ивантеевского округа Протеерей Иоанн Монаршек. Об упокоении душ всех воинов-афганцев молятся ивантеевские ветераны Афганской войны, родные, друзья-однополчане и просто те, кому небезразлична эта дата. Я верю, что Господь все своим промыслом направляет и управляет так, чтобы каждый человек мог войти потом в Царство Божие, то есть мог спасен выйти. И вот они получили там свою участь, они там были убиты за то, что они, за идеаны, за то, что они были посланы туда, ни в чем не выновлены, но были убиты там. И вот за это Господь им и прощает грехи. И я верю, что и Царство Божие даст. У нас с вами другая жизнь. В мероприятиях, посвященных памяти воинов-интернационалистов, участвуют также руководители администрации города Александр Ракин, депутаты городского совета депутатов Михаил Рыжакин и Владимир Савенко. Подготовились и школьники. Что знают они о той войне? В ней погибло много наших соотечественников, в основном молодых людей. Вот пример Липихин Алексей, которых просто забирали, можно сказать, после школы и везли воевать. Мы рады тем, что Алексей Васильевич Епихин жил в нашем городе и учился в нашей гимназии. Он мог не идти в армию, потому что у него были больные родители. Но он пошел со словами «Кто, если не я?». В этой страшной войне, в бою, он получил ранение, оказался в госпитале. Но он после своего лечения продолжил служить. Алексей Епихин – выпускник 6-й гимназии. Вернувшись в строй, получил повторное ранение. Восемь месяцев врачи ташкентских и московских госпиталей боролись за его жизнь. Он награжден Орденом Красной Звезды посмертно. Всего в этот день митинги прошли у двух учебных заведений Ивантеевки. После чего состоялась встреча главы города с воинами-интернационалистами. Мы стараемся собираться каждую неделю в воскресенье. У нас в 11 часов в конференц-зале завода «Хухтамаки» проводятся дни встреч. То есть каждый желающий может прийти, высказать свои трудности, высказать свои вопросы. И мы стараемся помочь им в их решении. Всего на сегодняшний день в Ивантеевской организации воинов-интернационалистов состоит 147 человек. Ежегодное обращение губернатора Андрея Воробьева как руководство к действию. Общественная палата Ивантеевки обсудила на февральском заседании ряд вопросов. Общественники на заседании комиссии обсуждают тезисы программного обращения губернатора. Ликвидация второй смены, массовый спорт, капитальный ремонт и ремонт больниц, площадки во дворах, установка качества, безопасность. В позапрошлом году было много жалоб по поводу безопасности. Были остаточные какие-то элементы детские, игровые и с нашей подачи их многие убирали. Обсуждают деятельность институтов гражданского общества, а также перспективы и планы. Одним из главных направлений своей работы считают общественный контроль. При общественной палате города Ивантеевки постоянно действуют группы общественного контроля, которые по решению общественной палаты проводят общественный контроль или мониторят ту или иную ситуацию в городе. У нас есть группы, значит первое, по общественному контролю в сфере здравоохранения, общественный контроль в сфере потребительского рынка и услуг, управдом ЖКХ контроль, общественный контроль за качеством дорожного полотна и санитарным состоянием города, по общественному контролю за законностью проведения муниципальных выборов и праймерис. В ближайшее время рабочая группа проведет мониторинг цен на продукты первой необходимости. Также общественники решили выяснить, кто и по какой причине оградил кладбище в Новоселках высоким забором. По просьбе МОП «Ивантеевские электросети» после новостей и рекламы на канале мы повторяем интервью Ольги Анатольевны Ильиной, экономиста по тарифам и передаче показаний. Это интервью было в эфире нашей телекомпании 27 января, а сегодня мы его повторяем. День Петра и Февронии Муромских еще не скоро. А признаться в любви хочется прямо сейчас? Дерзайте, и ваше признание в любви увидит весь город. Именно так поступил и безвестный автор этой конструкции. Баннер на веревочках, дабы не повредить деревья, появился накануне католического дня Святого Валентина в микрорайоне Детское. Мы не знаем, как оценила избранница такой сюрприз, но жители микрорайона заметили и позвонили на ИТВ, чтобы отметить влюбленного и его своеобразный подарок. Добавлю также, что в Ивантеевском ЗАГСе в день влюбленных не было зарегистрировано ни одного брака, поскольку в этом году дата выпала на воскресенье, а в этот день браки не заключают. И к новостям образования. Полувековой юбилей отпраздновал детский сад номер 13 «Улыбка». Любим мы дарить улыбки. Это делать нам не лень. Пусть с добрым будет утро, пусть с добрым будет день. Улыбки сегодня дарят в детском саду «Улыбка». 13-й садик комбинированного вида. Сюда ходит более 200 ребят. Сегодня гости попадают в сказку. Куда же это я попала? В детский сад? Никогда здесь не была. А давно ваш сад появился? Появился ровно полвека назад. Детский сад празднует юбилей. Руководит учреждением Марина Паршикова. Но первое слово сегодня ветераном системы образования. Первым воспитателем детского сада, среди которых и экс-заведующая 16-м детским садом Ванда Лебедева. Такой детский сад был в городе первым. Это был детский сад на 12 групп, ясли сад. Это был огромный коллектив и на 280 детей. В городе таких садов не было. Городской тогда, на тот момент, был единственный десятый детский садик со своими двумя группами. Раиса Федоровна смело шла по жизни. Она собрала нас, молодых, мы практически все без образования пришли. Сегодня вручают городские и областные награды. Пять сотрудников детского сада получают почетные грамоты Министерства образования Московской области. А в целом коллектив улыбки – почетную грамоту главы города. И главный подарок – миллион рублей – выделяют из городского бюджета садику на ремонт электропроводки. Детский сад – это как человек. У него есть своя жизнь, у него есть своя история. В конце концов, у него есть даже свой день рождения. И поэтому желаю вам, чтобы ваша жизнь, она была насыщена, не иссякала источник вот этих творческих людей. 27 педагогов, а также повара, нянечки и администрация садика прилагают все усилия, чтобы работа давала максимальный результат. Воздоровление детей по амблиопии составляет 96%. Результативность подготовки к школе – 97%. Практически все воспитанники участвуют в конкурсах различного уровня. Конечно, вы совершаете очень великое дело. Я помню, как однажды Христос сказал, которому приносили родители и, может быть, старшие своих детей. А апостолы говорили, не надо к Христу подходить. Тогда Христос говорит им, не возбраняйте ко мне подносить детей ваших, потому что таковых есть Царство Небесное. Дети – это ангелы. И вот вы среди ангелов находитесь, вы работаете среди ангелов, вы ангелов обслуживаете, вы их учите, вы им помогаете, на путь правый наставляете их. В нашей сказке про бедушка, который поет с восходом солнца, бережка, над которым встает радужа, из которого бежит ручейок, который вытекает на поля, где под эвушкой пробивается родничок, а гномик с айболитом вливают ромашку, колокольчик и семицветик, где с появлением звездочки прогуливается светлячок. У всех в этой волшебной стране есть шанс начинать каждый новый день с улыбки. Сегодня особенно благодарят спонсоров. Без их поддержки садик не мог бы решить многие материальные проблемы. Вдруг, как в сказке вскрепнула дверь, это старую сняли из петель, плитка новая будет у нас, и перила радует глаз. Стены радуют светом ребят, и от счастья глаза так близлят. Переход всех купил нам попал, скажем дружно спасибо. Всего в улыбке восемь общеобразовательных групп и еще три для детей с нарушением зрения. Ну а воспитатели, избранники, их талантом Бог не обделил, не бывало наделил любовью к детям, сердцем понимать их научил. Может скептики и улыбнутся, скажут, мол любить детей талант ли это, улыбнуться или ухмыльнуться, может просто отвернуться. А любить кого-то надо понимать, восхищаться и переживать. Так давайте устроим большой караван, пусть все люди темлистами станут в него, пусть повсюду звучит только радость и смех, пусть без слов станет песня помятна для всех. В юбилейный год улыбка участвует в областном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области и имеет все шансы на победу. Во дворце культуры юбилейной развернулась выставка творческих работ Центра реабилитации пожилых людей и инвалидов «Исцеление». Клуб творческой реабилитации «Исцеление» представляет внимание ивандеевцев очередную выставку. Автор многочисленных работ Людмила Галахова, Людмила Викторовна рукодельница со стажем. Свои первые стишки делала еще школьницей в клубе имени Первого Мая под руководством Нины Ивановны Куликовой. Ровные строчки и атласные ленточки вторую жизнь подарили после выхода на пенсию. Целый раздел экспозиции посвящен технике народной вышивки. И узоры народные такие геометрические, крестовая в основном техника, но есть и строчевые. Некоторые вещи оформлены тесьмой, дополняются, потому что раньше же одежда украшалась очень богато. Там украшали и тесьмой, и лентами, и пуговицами, и бисером. Поэтому художники современные берут свои творческие идеи из народного костюма, так скажем. Зрители любуются представленными работами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В следующем году клубу «Исцеление» исполнится 20 лет. Сегодня «Исцеление» объединяет людей разных судеб и профессий. Всего 19 мастериц. 10 из них участвуют в работе клуба более 10 лет. Паутинное вязание и вышивка, пэтчворк и роспись. Благодаря тончайшей и кропотливой работе рукодельницы исцеляются творчеством и дарят радость другим. Работаем с женщинами, у которых свои виды промыслов, искусства. Кто бисером, кто вяжет, кто квиллингом занимается. Поэтому общаться очень приятно. У нас хороший коллектив. Друг от друга учимся, помогаем, подсказываем, где чего и как. Если есть желание, приходите. И если есть желание что-то творить, не заболеть этим творчеством просто невозможно. Посмотреть работы Ивантеевских золотых мастериц можно во Дворце культуры «Юбилейный» на втором этаже. Выставка работает с 16 до 19 часов вечера до 11 марта. 12 февраля на стадионе «Труд» прошла спартакиада до призывной и призывной молодежи. Об этом и других спортивных новостях в нашей традиционной рубрике «Спортивная Ивантеевка». 14 февраля «Химки» приняли 34-ю открытую всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». В соревнованиях участвовало более 25 тысяч человек из городов Московской области. Гонка прошла на территории 72 регионов страны. В общей сложности в «Лыжне России» вышли на старт более полутора миллионов участников. «Ивантеевку» на соревнованиях представили спортсмены и тренеры школы Тэквондо и ТФ «Спектр», а также 50 человек от детской и юношеской спортивной школы. В середине февраля волейболистки детской и юношеской спортивной школы 2003 и 2004 годов рождения играли с Павловым Посадом и Железнодорожным в рамках первенства Ногинского района по волейболу. Наши спортсменки выиграли обе игры 3-0 и прошли в финал четырех, в котором примут участие команды из «Ивантеевки», «Коломны», «Ногинска» и «Железнодорожного». Финал состоится 20 марта в Ногинске. С 10 по 13 февраля в «Истре» состоялось первенство Московской области по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях участвовало 92 человека. «Ивантеевку» представляли 6 спортсменов. Сведомир Солохигинов, Дмитрий Бурмистров и Вадим Ягафаров заняли третье место. Максим Корниенков – второе, а Тельмань Сысуев – первое. В Новосибирске с 11 по 14 февраля проходило первенство России под дзюдо среди спортсменов до 18 лет. В состязаниях приняли участие свыше 700 юных спортсменов из всех федеральных округов России. Спортсменка Ивантеевской федерации дзюдо и самбо «Динамо Ивантеевка» Анна Петухова достойно представила свой клуб и наш город. Она заняла четвертое место, попав в сборную России под дзюдо. Теперь ее ждут международные соревнования «Чемпионат Европы» и «Чемпионат мира». С 11 по 14 февраля в подмосковной Рузе состоялись всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию «Общество Динамо». От Кдюсш города Ивантеевки участвовало 20 спортсменов. Екатерина Воронкова, Александр Королев, Анна Катальницкая, Даниил Голиков и Андрей Витряк заняли первое место в своих возрастных категориях и на своих дистанциях. Лиза Кузнецова заняла второе и третье место. Андрей Кречетов также привез третье место на своей дистанции. А всего в турнире участвовало около тысячи юных пловцов. 6 и 7 февраля в подмосковной Жуковке прошел пятый всероссийский турнир по тейквондо ИТФ на призы школы президент. От школы тейквондо ИТФ «Спектр» выступили 4 спортсмена. Кирилл Копаков стал серебряным призером. Александр Морозов стал лучшим в своей категории. Ирина Решетова стала чемпионкой турнира по туль, а также принесла школе серебряную медаль по спаррингу. Ребята тренируются у Эдуарда и Алены Брониных. Это будущие защитники Отечества. Ключевые навыки службы они показывают на очередной зимней спартакиаде до призывной и призывной молодежи, которая проходит на стадионе труд. В программу соревнований входит 6 видов испытаний. В соревнованиях состязаются учащиеся образовательных учреждений города. Один из самых зрелищных видов соревнований – лыжные гонки на 5 километров. Болеют за своих и сами ребята, и, конечно, тренеры. Цель наша – это наш региональный старт городской. Мы ищем команду, отбираем команду, которая будет выступать на области, защищать наш город. Что касается самой дисциплины лыжных гонок, сегодня у нас в связи с погодными условиями трасса довольно тяжелая. Снежный покров очень маленький. Постарались сделать по максимуму комфортные условия для лыжников. Молодые люди состязаются не только ради общекомандного зачета. Каждый старается проявить себя как можно лучше. Впечатления хорошие. Трасса немножко скользкая, а так хорошо все. Я человек, так сказать, с наберемой пойти в армию и остаться там по контракту. Мне интересна эта тема, интересна строевая и прочая вообще там стрельба, лыжи. Это же спорт, это все круто. Разбирал автоматы, подтягивания, стрельба. Ну, теперь лыжи. Надеюсь, займем призовое место какое-нибудь. Ну, надеемся на первое. По итогам соревнований лучших определяли в трех категориях. Первое – победители общекомандного первенства. Абсолютным чемпионом стала команда седьмой школы. На втором месте – учащиеся пятой школы. И третью ступеньку пьедестала заняла команда школы номер шесть. Во второй категории определяли победителей личного первенства. В число лучших вошли Денис Чигин, Александр Тарасенко, Николай Панюшкин, Егор Круг. И, наконец, победителями командного первенства в сборке-разборке автомата и строевой подготовке оказалась школа номер семь. Из тех, кто занял призовые места, и будет формироваться команда, которая отправится на областные соревнования. На этом у меня все новости на сегодня. А с вами была Екатерина Бондрева. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»